По поручению губернатора округа на Ямале были созданы дежурные группы в детских садах на неделю, которая объявлена на нерабочий. Во всем регионе заявились 587 тех, кто не может ребятишек оставить дома в связи с условиями работы. Пришли сегодня в такие группы 250 детей. В нашем городе дошкольно-образовательное учреждение «Теремок» принимает воспитанников разных садов. Репортаж Ирины Волокитиной. Здравствуйте! Хором и старательно ребятишки приветствуют взрослых. Все они разного возраста и пришли из разных дошкольных учреждений. Это дети тех родителей, которые не смогли оставить рабочие места в эту особую неделю, попавших в подтвержденный перечень. Естественно, в этом случае мы, отработав с работодателями, поняли, какие именно это будут дети. И на вечер воскресенья мы понимали, что это будут 16 детей, которые будут ходить в эту дежурную группу. Ну вот сегодня как раз в 7 часов мы начали осуществлять прием, утренний фильтр детям. И получилось так, что сегодня привели 9 детей. Четырехлетней Зои и снежинки в теремке нравятся все. И новые игрушки, и новые друзья, и новые воспитатели. Сама она старательно готовилась к новому коллективу. Сначала вечером мы накрутили бигуди. Я захотела балдовое, мама мне накручила балдовое. Потом мы закачали игру лунтика, я в нем поиграла, и мы спать ложились. То есть ты подготовилась к первому дню, да? Угу. Красота красотой, но безопасность превыше всего. Утренний фильтр в детском саду усилен. Безусловно, он усилен с точки зрения того, что мы меряем температуру не только детям, но и приводящим детей родителям. И, соответственно, все родители, как и дети, входящие в детский сад, обрабатывают дополнительно руки специальными дезинфицирующими растворами. Дежурная группа в теремке будет работать по пятницу включительно. Детей принимают при объективной необходимости. Если родителям обязательно нужно быть на работе, а дошкольника оставить не с кем. Ирина Волокитина, Дмитрий Сарид, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова